Экологический, комфортный и бесшумный чудо-автобус появился в Сургуте. С сегодняшнего дня он начал курсировать по улицам города. В течение месяца электробус протестируют водители и пассажиры. И только после этого транспортное предприятие примет решение, покупать его или нет. Вообще специалисты считают, что за электрическими автомобилями будущее. Почему? Выясняла Леана Кямова. Зарядки 6 часов. Сюда подсоединяется электрический кабель. За 6 часов полная зарядка в автобусе. Вот так, как мобильный телефон или планшетный компьютер, можно зарядить огромный автобус. Эксплуатировать его в течение дня, не задумываясь, хватит ли топлива. Рулевое управление легкое, мягче идет. Утром приходишь с работы, вытаскиваешь разъем зарядки. И все, и поехал. Ну, интересно все. Все новое. Так, вот все управление, в смысле открывать двери, все это освещение, такое же, как и в обычном автобусе. В этой машине установлено почти 340 аккумуляторов. Даже с включенной климатической установкой машина проедет больше 200 километров. Электробусы не требуются. Никаких жидкостей, тормозных, антифриза, масла. Силовая установка 115 киловатт, что в переводе на лошадиные силы 156, плюс тяговый преобразователь, который выдает 200 лошадиных сил на ось. Экономичность в обслуживании, потому что данный автобус оснащен силовыми, в принципе, двумя силовыми агрегатами. Это сам двигатель и компрессор. Все, больше никаких требующих специального обслуживания агрегатов здесь нет. С виду эта машина ничем не отличается от обычного автобуса. В электробусе 30 посадочных мест, а общая вместимость 90 человек. Он оборудован пандусом, кнопками вызова водителя и камерами видеонаблюдения. А вот едет гораздо мягче. Первыми в Сургуте прокатились на современной маршрутке журналисты, водители с многолетним стажем и сотрудники администрации. У меня впечатление самое хорошее с точки зрения, как, если расценивать пассажира, потребителя вот этих услуг. Тихо, комфортно в салоне. Вот эта установка работает, мы как раз с вами испытываем жару практически. В кабинете он намного хуже, чем здесь. Отличие какое? Шума нет, гари нет, пыли нет, ничего нет. И кондиционер работает. Это же люкс с технической точки зрения. Нету гари, нету вибрации, нету задымления атмосферы. Это же будущее наше. Сейчас электрические машины называют транспортом будущего. Они экологичны и экономичны. Сейчас в России эксплуатируется всего четыре таких электробуса. Один из них в Сургуте. Электрический транспорт занимает сейчас одно из перспективных мест. Наш город не должен оставаться с вами в этом направлении развития транспортной схемы в стране. И вот первый шаг мы сейчас сделали. Этот электробус еще не купили. Его взяли в компании производителя по программе подконтрольного управления на месяц. За этот период жители Сургута, водители и руководители предприятия по перевозке пассажиров оценят его в работе. После этого будет принято решение о приобретении автотранспорта. К слову, он стоит в два раза дороже, чем бензиновый. Около 19 миллионов рублей. Но в эксплуатации он окопит себя полностью, уверены специалисты. Лиана Киямова, Алексей Шахмаев, телерадио компания «Югра», Сургут.